ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме готовится законопроект, ужесточающий ответственность за использование на автомобиле поддельных регистрационных знаков. Это предлагается квалифицировать как уголовное преступление с наказанием в виде обязательных работ на срок до 300 часов, либо исправительных работ на срок до одного года. Сейчас за установку левых номеров полагается штраф в 2500 рублей, а за управление таким автомобилем лишение прав на срок до одного года. ТРАССА 101 Упаковка крупы не один килограмм, а 900 граммов. Не литр сока, а 950 миллилитров. Очередь дошла и до бензина. На одной из заправок Южно-Сахалинска стали указывать стоимость бензина не за один литр, а за 700 миллилитров. Естественно, цена горючего снизилась, что вызвало определенный ажиотаж среди автовладельцев. Кто-то из них, сообщают СМИ, понял подвох. Непосредственно на кассе указана честная цена за один литр, а кто-то нет. Законно ли это? Проверят ли АЗС контролирующие органы? Неизвестно. ТРАССА 101 Чего вам не хватает на АЗС, в очередной раз спросили российских автомобилистов. Большинство участников опроса, 24%, ответили, что хотели бы покупать на заправках лекарства. Второй по популярности вариант – туалеты, третий – шиномонтаж. Также респонденты часто упоминали автомойку и дополнительные места для стоянки. ТРАССА 101 BMW начала принимать в нашей стране заказы на электрический кроссовер iX. Машина была представлена в прошлом году. Минимальная стоимость – 8,5 миллионов рублей. Автомобиль оснащается двумя электромоторами, которые выдают в совокупности более 500 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 4,5 секунды, запас хода – 630 километров. В списке опций – пневмоподвеска, интеллектуальный круиз-контроль, система предупреждения о лобовом столкновении. ТРАССА 101 Российское правительство строит смелые планы по части выпуска электрокаров. По словам представителя Минпромторга, через 10 лет в нашей стране будут производить не менее 150 тысяч электромобилей в год. В проект по предварительной оценке надо вложить 850 миллиардов рублей. Для потребителя же, безусловно, главный вопрос – а сколько будет стоить экологически чистый транспорт? О дешевизне, увы, речи не идет. Чиновники подсчитали, что себестоимость одного электромобиля в современных ценах составит 2,5 миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101